Начнутся переговоры МВД России сообщает о новых мошеннических схемах. Так, начали расти случаи с применением системы быстрых платежей. Связано это с покупкой товаров через интернет-магазины. Покупателю, оставившему заявку на приобретение товара, перезванивает якобы сотрудник магазина и отправляет в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. В МВД просят проверять тщательнее сайты интернет-магазинов и читать отзывы. Помощь оказывается. Более двухсот военнослужащих прошли реабилитацию в профильных организациях, предоставляющих жителям комплекс необходимых мероприятий по восстановлению. Как сообщает Министерство социального развития Пермского края, медико-социальная реабилитация участников специальной военной операции проводится в Пермском краевом госпитале ветеранов войн и в Центре комплексной реабилитации инвалидов на улице Встречной, 35. На уровне. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил награду за самую технологичную экспозицию на выставке «Россия». Впечатлениями от стенда нашего региона поделился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Первое, что видят гости выставки, входя в павильон 75, – экспозицию Пермского края. Их приветствует первый в стране человекоподобный робот Арди. С начала работы стенд региона смогли увидеть больше двух миллионов человек, рассказал Сергей Кириенко. Профессионал своего дела. Директор Соликамского управления по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Виталий Телепов получил знак «Почетный строитель России». Добавим, специалист нашего округа участвовал в восстановлении Северодонецка. Продолжение следует...